привет ребята привет вам из лондона привет вам из моего угла сегодня 24 октября время 8 часов вечера температура с бортом 11 градусов тепла и было очень даже солнечно в лондоне и достаточно я рассказала тепло но мне пришлось половину дня как говорится провести в постели потому же я проснулась три часа ночи до 11 а вообще я хочу вам открыть одну тайну самом начале вот у меня бывают вещи сны да и вот значит я если днем именно вот так как сегодня усну то мне приснится вещи сон и он приснился значит я как будто бы нахожусь в своем отеле но это не совсем отель какой-то ресепшен какой-то организации но я знаю что мои и я там значит с этой секретаршей разговариваю и мне секретарша уверяет что в этом отеле никогда не было никаких клопов один единственный клоп был до официальная была фотография этого клопа на совместной как говорится в этом веб-сайте но на самом деле больше никаком ноябре как я утверждаю в суде этого клопов никаких не было вот и я так и проснулась думаю ну что уж в общем понятно потому что я вам говорила что я бы на месте адвоката прочитав эти показания я бы задумалась задумалась не знаю задумались ли мои работодатели но в общем короче вот так и мы с поговорим сегодня о здоровье здоровье в том числе и психическом здоровье мы с вами поговорим и первое я вам уже рассказывала кто знает про такого авторитета доктораса в общем у него был суд и я это говорила и накануне суда он давал интервью и в общем в результате суд не выпустил его оставили его на пожизненном он теперь подал апелляцию в верховный суд но общем аргумент был такой что он все равно опасен для общества выйдет как говорится и в общем короче говоря всем отомстит но в общем в результате вот так значит ну и второе естественно все весь мир облетела обошла новость про путина который как в общем короче у него там что-то и в общем кто-то даже пришлось комментировать песков но в связи с этим я хотела бы вам рассказать вот это вот тоже такой случай вот это мне знаете что понравился что это вся прошла информация от генерала вот этого свр до блохера который не иначе спит под кроватью у путина все знает про него охрана у путина знаете какая там набирает людей таких с улицы наберут каких-то там вот и они знают как только муха пролетела над путиным они сразу в соцсети они сразу быстренько все сливают генералы здоровье первого лица является между прочим неприкосновенной тайной номер один но общем я когда кто-то послушала я вспомнила и сейчас вам расскажу кратенько историю про катьку про катьку вот значит я рассказываю о том кто такая катька у нас казахстане была в моем рассказе фаруза кто читал молодец кто не читал почитайте кто не хочет стать не читайте в общем катька она была такая она учительницей была значит и она как раз вот это там где находится город энергодар сейчас все знают напротив никополя вот она оттуда была и значит она ездила на красном мотоцикле в белых штанах в районный центр кого-то там встречала и доездилось что у нее родился ребенок юрасик и она со своей мамой и с этим юрасиком им дали 24 часа в нашем поселке чтобы они немедленно уехали потому что за нарушение значит в общем вы поняли чего потому что жена приехала этого кого-то и она значит там и это в общем всем рассказал и вот эта катька она уехала туда поближе к районному центру в другой поселок такой городского типа у нас был считай сов колхоз а у них был считай совхоз там в общем короче и она туда уехала и там она познакомилась с таким молдаванином он к нам даже приезжал такой крупный крупный огромный дядька в общем и у них родилась совместная девочка вот и они там себе жили там ну и в общем у нас такой был еще дядька по ну назовем его иван вот так назовем и вот этот иван поехал за каким-то бесом в районный центр а надо сказать дело было зимой а у нас зимой когда в казахстане то там как заметет заметет то там вообще как это света божьего не вижу там свои руки не видишь вытянутой это минимум неделями кстати на этом прокололась вот это вот шелковый путь хотели тянуть через украину минуя россию казахстан украина туда через вот это азербайджан туда-сюда и потом на европу был такой проект и они даже запустили этот проект в свое время не помню в 11 12 году и короче говоря как раз в этом самом районе которым я вам рассказываю это значит поезд застрял на неделю они хотели чтобы быстро как говорится ну в общем самый короткий путь и всякое такое и он застрял потому что там был буран а там когда буран там не то что я вам сейчас серьезно говорю там заметает там ничего не видно по самую крышу в общем короче приезжает он оттуда вот ну и его все спрашивают но как дела ну так какие новости там же ничего не ездит ничего не уходит никаких там и связи никакой нет неделями он говорит но новости какие печальные катьку вот этот вот молдаванин зарезал вот с приревновал и зарезал так она вот как раз хоронили когда он был и как раз вот ее хоронили и она такая лежала в гробу как живая ей еще губы красные помады накрасили одной конечно баба прибегает моей матери как же так вы были подруги и ты вдруг катьку на похороны не поехала хоронить мать моя в нервах короче говоря выбрались только через месяц мы к катьке потому что ну наверное это был праздник то ли 1 мая то ли 8 марта я не помню я знаю точно что это был снег еще по самое никуда лежал и мы когда ехали на этой машине значит взяли у колхозе машину поехали на машине едем на машине мимо мы едем уже стемнело быстро темнеет и значит там трактор к 700 съехал с грейдера кто понимает что такое грейдер он съехал с грейдера и он упал и значит там его вытаскивали мужики пытаются поднять вытаскивать а он кричит вот этот вот шофер его придавило там сиденьем в общем опасно едем едем приехать потому что съехать с дороги очень легко съехать дороге очень легко там что-нибудь случится у тебя ты замерзаешь бензин кончился в общем ты идешь волки напали в общем столько вдоль дороги и там стояла этих значит всяких памятников вот этим всем замерзшим уже пассажиром или шофером приезжаем километров 60 или 80 что там такое расстояние долго надо ехать потому что поездорожье приезжаем на пороге встает катька встречает живая незарезанная катька в общем в течение этого месяца эта новость гуляла гуляла догуляла до ее брата который там жил в километрах двенадцати от нее он приехал и что такое кать как в гробу лежала с накрашенными губами но общем и тут мы приезжаем но катька уже знала на тот момент что она в общем и в общем но короче говоря мы вернулись когда домой через три дня отгуляли приезжаем и стали спрашивать у этого же самого ивана зачем же ты такое сказал а он говорит а что я поехал никакой новости со мной ничего не случилось никто из грейдера не съехал волки не задрали в общем короче ничего интересного и поскольку ничего интересного а все спрашивают спрашивают и спрашивают лезут и лезут ну пришлось придумать историю про катька вот я это вспомнила про этого генерала свр ну а теперь дальше 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 я посмотрела сегодня утром передачу самую первую передачу я посмотрела которая была записана в восьмидесятом году кто помнит очевидное невероятное о сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг александр сергеевич пушкин вот это была самая первая передача и она была посвящена иммунитету ее вел товарищ капитца академик красавец красавица вот действительно а оппонировал значит ему рассказывал все это товарищ петров самый заглавный иммунолог на тот момент советского союза тоже знаете вот приятно посреди на советские вот такая смотришь и понимаешь что это атлантида какая-то была вот чудесная передача ну короче говоря про иммунитета что они рассказывали кому надо возьмите посмотрите в ютюбе но самое интересное что он говорит что иммунитет это такое значит барьер но мы это все знаем теперь уже тогда это он еще не знали что в 60-х годах он говорит изобретена была вакцина против полиомиолита и эта вакцина спасла миллионы детских жизней это было достижение attention советских и американских ученых в 60-х годах а в 80-х годах я еще сама еще помню в советский союз приезжал товарищ рокфеллер рокфеллер центр между прочим занимается медициной и вот этот рокфеллер ему лично вот тут он недавно умер ему пересадили 6 7 8 сколько там сердец пересадка и вот товарищ петров в 80-м году говорит что очень важно понимать что иммунитета защищает организм он отторгает любую клетку которую он не понимает извне так вот для того чтобы он не отторгал пришедшие извне клетки нужно вводить вакцину нужно эту заразу в малых дозах вводить чтобы монетет прочитал понял что это ну в общем он короче не будет это дело если он встретиться с более серьезным уже опасно и вот это опасно то он прикокнет сразу же вот этого большого опасного зверя а маленького щеночка он допустит чтобы распознавать что это за зверь так вот я вам объяснила но короче интересно здесь вот что интересно и вот интересно вот что значит буквально три дня назад health канада такое это организация предъявила предъяву кому бы вы думали правильно шмайзеру и они говорят что оказывается они сделали вывод что в этой вот этой вот этой жиже которую всем накалывали в течение двух лет причем закалывали заходится так называемый sv40 dna ген sv40 так вот так вот в 60-х годах когда изобрели вакцину от полиомиолита ее значит изобретали и на 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 крови резус мартышек мартышек по имени резус такие маленькие и вот этих мартышек тогда не знали что у них в крови находится неизвестный вайрус и вот этот неизвестный понимаете шмайрус он оказывается и есть тот самый sv40 днк ген sv40 и вот значит тогда же в 60-х годах одна тетка ученая она значит вводила вот эту акцину она вводила хомячкам хамстром и она им вводила и выяснилось что у них развивался рак тимуса потому что из-за вот этого вот гена она сказала об этом своим начальникам ракфеллеру наверное тут ракфеллер настрапалился как говорится пересаживать сердца и тут здрасте пожалуйста они им говорят ей что ты заткнись и рот сокрой никому не рассказывай чушь какую-то несешь но она понесла ее массы она поехала на конференцию в нью-йорк и там на конференции среди ученых такие же как она она взяла из своей как говорится концерны высказала свои предположения о том что возможно вот эта вакцина она вот это вот опасно вот это вот этим вот неучтенным как говорится СВ-40 но ее за это не наградили Нобелевская премия а ее отобрали у нее ее лабораторию ее вообще выгнали с работы и сказали в общем короче наверное даже в общем короче она попала в разряд неумоправильных людей и что же вы думали бы и что же вы думали оказывается вот это хелф канада сейчас пришла к выводу что оказывается шмайзер и долго думая для в основу своей вот этой вот жижи которые всех травили два года именно положил вот эту вот которую в 60-е годы а это логично между прочим логично почему нет оно же все из одного как говорится чана и вот они из этого чана намежали смотрят ну и жо ажо взяли туда добавили прибавили и в результате получили то что получили значит там какие-то в канаде неполадки не знаю но дело в том и вот тут вот важно понять что такое значит фальсификация если ты что-то такое знал да вот когда тетка она она ничего не у нее не между прочим ничего она никого не обвиняла ни в чем она просто высказала свои опасения что оказывается у нее вот такое вот случилось с ее этими хомячками несчастными а если вы знали что то такое предполагали что такое возможно но вы об этом не сообщили то значит вы совершили то что совершили а если вы не знали но вы ну а как вы могли не знать вы не могли не знать что вы это туда впихнули но дело в том что они не не написали что они это впихнули это только канадцы разоблачили что они это впихнули туда понимаете вот это вот вот а в америке случилось несчастье с одним мужиком он подал суд почему его сын потому что этого мужика после вот этого лекарства от вот этого то у него заметили мы даже не имеем права об этом рассказывать слух до сих пор нас же прижучат вот понимаете надо каким-то конспирологическими этими это у кого какое здоровье это разве мы психически здоровы так вот этот мужик который переболел и ему дали лекарства чтобы он не болел так вот у него было два инсульта уже после этого лекарства оказывается это лекарство тоже шмайзер изобрел значит пять курсов ему провели а в этих пяти курсах содержится не знаю даже что не буду говорить потому что я не буду говорить это и в результате и у него было два инсульта и ему пришлось отрезать ногу вот и теперь его сын стал спрашивать так а вы что не знали что в этих лекарствах еще раз подчеркиваю лекарства тоже содержится что-то такое что вот это там же содержится и везде содержится и вообще а ему не ответили но сейчас адвокаты подают суд но у них есть хороший такой знаете это защитник это товарищ рэнд пол сенатор от кентукки он на давний противник товарища фаучи он его всяко товарищ фаучи его тоже всяко обзывает и главная идея была про китай что это все дело изобрели искусственно в китае они животные никакие это все распространяли то есть вы усиливали функцию и вы до усиливались что вы вот это вот сделали а но потом из парилась из вашей лаборатории каким-то образом вы вынесли это на своих подошвах так вот товарищ рэнд пол издал книгу называется фальсификации и так далее но интересно здесь другое совершенно другое лично мне я вот о чем подумала если вы подумали значит есть такая страна и в этой стране между прочим мое абсолютно стопроцентное мнение и не только же мое основано на том что там находятся самые лучшие врачи в мире у них всей клинике они пооткрывали и в этих клиниках они всех лечат залечивают и так далее в этой стране ну и часть из этих врачей в советском союзе между прочим на выучивались они я утверждаю это что у нас на украине были самые я считаю лучшие врачи и самые лучшие учителя педагоги все они были в общем то но в общем короче переехали они в израиль и вот теперь там в этой стране очень очень строго было с этими вот этими вот шмырками строго у них там никто не спрашивал три шмырки и вперед значит и теперь возникает у меня такой вопрос если вы меня правильно поняли что на самом деле происходит с этой страной и с этими людьми что там вообще происходит зачем в общем это все дело не ли в общем короче это мы будем с вами отдельно разбираться про психическое а то же самое здоровье ну а в заключение я хочу сказать что ну вы же понимаете про психическое здоровье что где вы видели чтобы в какой-то стране еще выборы проходили семь раз они семь раз проводили выборы в парламент и на седьмой раз выбрали значит премьером человека которого они же сами обвиняли по самое никуда всеми местами вот это мы не непонятно с точки зрения нормальной психики до резуса с в 40 если так подумать но с другой стороны с другой стороны все это конечно должно быть прояснено правда это или нет или этих людей никак не на их не знаю что не повлияло то что с ними произошло и происходило почему они так рьяно целых три не переговариваясь ввели что называется три раза по три как говорится сообразили на троих в общем я тут вам так наплела так наплела сама запуталась ну пока пока пока